Добрый вечер всем. Меня зовут Ольга Филиппова. Мы сегодня начинаем наш четвертый вебинар из серии вебинаров «Как написать отличную работу и пройти антиплагиат». Сегодня четвертая наша встреча. Я представилась. Я смотрю, вы некоторые уже написали в чате, тоже представились. Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, напишите сейчас в чате, из какого вы города, из какой организации или вуза, и кто вы по роду занятий – преподаватель, студент, аспирант. Это нам тоже очень интересно. Сейчас расскажу коротко, что нас ждет. Вот вы видите наше расписание всего цикла. Сегодня у нас четвертое занятие, то есть мы, получается, пересекаем сегодня экватор нашего цикла, четвертое занятие. Краткий план и его название вы видите сейчас на экране. Вижу, да, пока вы представляетесь. Скоро я представлю и нашего ведущего, приглашенного, но пока несколько слов о порядке нашей работы. Этот вебинар рассчитан на час. Вначале будет рассказ приглашенного спикера. В конце вебинара он ответит на ваши вопросы, поэтому уже можно сейчас их заготовить и задавать. Сейчас расскажу скоро, где их лучше задавать, чтобы получить четко ответ на ваш вопрос. Ну и еще несколько слов. Обязательно запись этого вебинара все зарегистрированные участники получат за свою почту, с которой регистрировались, а те, кто успешно пройдут в конце вебинара тестирования, получат еще и именной электронный сертификат. Мы учли ваши пожелания, и в рассылке мы будем отправлять вам все вопросы теста и верные ответы. То есть с сегодняшнего вебинара вы будете получать и вопросы теста, и ответы на него. Ну а также в течение всего вебинара я буду администрировать ваши сообщения. Если у вас есть вопрос по системе антиплагиат, лучше его не сегодня задавать, а приберечь на занятие, которое будет посвящено нашей системе. Сегодняшние вопросы задавайте, пожалуйста, по теме нашего сегодняшнего вебинара. Где их задавать? Посмотрите, пожалуйста, на интерфейс нашей площадки. Мы сейчас с вами представляемся в чате. Если вам чат мешает, не нужен, его можно свернуть. Здесь есть такая кнопочка «Чат». Его можно свернуть, чтобы крупнее были слайды видны, и видео ведущего не загораживало вам презентацию. Вопросы, если они у вас появляются, уже можно задавать прямо сейчас. Прямо над головой ведущего есть несколько иконок, в том числе со знаком вопроса. Вот сейчас потренируйтесь, пожалуйста. Просто в эту вкладочку именно задавайте ваши вопросы. Если вы напишите вопрос в чате, он может просто затеряться. Нас много. Я вижу, вы представляетесь. Очень здорово. Поэтому, чтобы получить ответ на свой вопрос, задавайте, пожалуйста, его именно во вкладочке «Вопросы». Если вы хотите, чтобы слайды были более крупно видны, внизу справа есть иконка «Развернуть во весь экран», можете использовать ее тоже. Итак, все, что нужно сказать, сказала. Рада всех вас видеть. Сейчас я передаю слово Кокареву Константину Павловичу, заведующему отделом поддержки исследований научной библиотеки Ранхикс. Я очень рад вас приветствовать. Надеюсь, что смогу сказать для вас что-то полезное. И в самом начале я хочу сказать, что наша тема, как подобрать источники и как их правильно оценить, вот эту тему нужно рассказать по-разному, сильно по-разному, в зависимости от того, кто основной слушатель. Я видел, что здесь есть у нас в основном, видимо, преподаватели, есть какие-то библиотекари, вероятно, есть студенты, магистранты, может быть, асперанты. Вот я боюсь, что для библиотекарей я, конечно, ничего нового сильно не скажу. Может быть, чем-то порадую, было бы приятно. Надеюсь, что это все будет полезно преподавателям. Я как бы и как преподаватель тоже говорю в каком-то смысле слова. Потому что, несмотря на то, что мы говорим нашим подопечным довольно очевидные вещи, не всегда понятно, как говорить их правильно для того, чтобы они работали. Вот. Ну и будем надеяться, что и студентам тоже будет полезно. Начну с замечательной картинки. Да, я думаю, что если вы студент любого уровня обучения, и если вы преподаватель, то вы с этим совсем сталкивались не раз. Чаще всего проблемы с поиском, на самом деле, начинаются с того, что студенты и иногда, может быть, даже и научные руководители не совсем понимают, зачем работа пишется. То есть, как бы воспринимается, что работа должна быть сделана, и вот она должна быть сделана, и, собственно, точка. Это, конечно, довольно такая печальная мотивация. Она едва ли кого-то двигает на какие-то серьезные размышления, на какой-то творческий поиск. А мне кажется, что работа, любая работа, даже которая нужна просто для формальных каких-то вещей, она творчество не отрицает и в своем творческом моменте может быть крайне полезна. Так вот, вы видели план приблизительный того, о чем мы будем говорить. И начну я с того, что искать литературу и оценивать литературу в последнее время стало несколько сложнее, чем было раньше. Я думаю, что смогу пояснить эту мысль. Смотрите, с одной стороны стало сложнее искать и оценивать источники, потому что их, в принципе, количественно стало больше. Но это полбеды. На самом деле, главная сложность заключается в том, что типов источников стало больше. И теперь нам нужно иметь дело не только с депонированными рукописями, монографиями, которые вышли в издательстве «Наука», которые вышли в вузовских издательских центрах, с журналами, которые вышли либо в вузах, либо в Академию наук. Нам приходится иметь дело с коммерческими издательствами, нам приходится иметь дело с иностранными издательствами, про которых мы в ежедневном режиме можем и не узнавать ничего. И это осложняет работу нам, как исследователям, как студентам, как аспирантам, как научным исследователям. Потому что постоянно нужно просматривать и досматривать какую-то новую дополнительную информацию. Это осложняет жизнь нам, как преподавателям. Потому что мы можем упустить какой-то важный источник, не сказать про него нашим подопечным. И это осложняет значительно для них жизнь и исследование. Это осложняет жизнь и нам, как библиотекарям, потому что нам приходится постоянно ориентироваться все в большем и большем объеме информации и какую-то сложную информацию передавать нашим коллегам. Смотрите. И в связи с этим возникает одна сложность. Типично довольно требование, чтобы в дипломных работах, в магистских и кандидатских диссертациях, ну и тем более там, в каких-то более серьезных диссертациях, цитировались только академические издания. То есть те издания, которые прошли профессиональную редактуру, которые были отрецензированы и которые вышли в таких издательствах, которые специализируются именно на научной литературе. И ни на какой другой. К сожалению, это требование все сложнее и сложнее исполнить. По причине, которую, собственно, я назвал до этого. И на самом деле не только поэтому. Потому что мы все больше и больше имеем неакадемических изданий, которые могут быть нам интересны и нам полезны. И мир научный в том числе двигается в ту сторону, где так называемая сфера литература, сейчас я поясню, что это, становится все более и более легитимной. Если раньше под сферой литературой понимали в основном печатные издания, которые делают различные исследовательские структуры, различные деловые, какие-то экспертные, аналитические центры, и которые распространяются в виде брошюр на каких-то конференциях, может быть, на каких-то встречах, и поэтому труднодоступны. Из-за этого их и стали называть серые, потому что они там незаметные, с ними очень сложно работать. Потом в понятие серой литературы стали включать такие категории, как припринты, которые распространяются электронные и так далее. И теперь понятие серой литературы немножко уходит из оборота, хотя, может быть, среди библиотекарей оно не популярно, потому что уже непонятно, в чем, например, разница между хорошей академической публикацией и припринтом, размещенным на каком-то сервере общедоступным. Зачастую это может быть один и тот же текст, просто в одной ситуации он уже опубликован, а в другой ситуации он еще не опубликован. Или даже уже опубликован, просто вы, например, не можете купить книжку, а может сослаться только на припринт. И когда мы с этим сталкиваемся, становится понятно, что надо разрабатывать какую-то правильную методику. Нужно разрабатывать какие-то внутренние критерии для того, чтобы понимать, с чем работать стоит и с чем работать не стоит. Еще один важный момент. Если раньше в большинстве социальных и гуманитарных наук ученые в основном работали с теми текстами, которые сгенерировал кто-то для них, это отчеты, документы, были ситуации, когда ученые брали какие-то интервью, вели полевые заметки, но это антропология, это организационная социология. Во многих частях социальных и гуманитарных работали в основном со вторичными документами. Теперь возможность генерировать документы самостоятельно, собирать материалы, которых не было, массово проводить и очень дешево проводить различные опросы, собирать специфические данные, теперь есть не только у представителей естественных научных дисциплин, у которых всегда были приборы, какие-то эксперименты и так далее. Теперь это есть у всех у нас. И у историков, если они занимаются специфической довольно историей, мумии проблематично, наверное, просить. Но если вы занимаетесь публичной историей или какими-то современной, актуальной, политической, социальной, какой угодно, гендерной историей, то у вас есть хороший массив, который можно самим получить. И таким образом у вас появляются документы, которые можно назвать практически личными. То есть они никакое рецензирование не проходили, они, в принципе, даже никакой организации не принадлежат. Вы просто придумали их, вы придумали, как их собрать, собрали, и вот они у вас есть. В этом смысле есть традиционное разделение на академическую литературу и на источники. Это разделение на академическую литературу и источники, оно не то чтобы размывается, но не всегда теперь так просто прочертить эту грань. То есть зачастую грань между академической литературой и источниками теперь зависит от того, в какой части работы вы их упоминаете и какими методами пользуетесь. То есть, например, даже такой очень простой пример. Даже анализ литературы, вот если вы пишете систематический обзор биографии, теперь во многих работах просят оформлять как работу собственной методологии. То есть вы описываете те посылки, тех теоретиков, на которых ссылаете, описываете, как вы систематически собирали эти источники, описываете систематически, как вы анализировали. В каком-то смысле это уже превращение академической литературы в источник, который вы исследуете специфическими методами. Поэтому дальше я буду несколько, может быть, вольно, кому-то так может показаться, пользоваться категорией литературы и источники. Заострять буду внимание на разницу только там, где это действительно принципиально. Смотрите, следующий очень важный момент. Так как документов становится все больше и больше, а искать их в каком-то смысле все проще, потому что у нас больше инструментов, нужно учить студентов, преподавателям нужно учиться самим, для тех, кто наиболее это нужно уметь, оценивать источники до их прочтения, чтобы читать меньше. Дело даже не в том, что количество журналов растет. Это как бы очень любят говорить о том, что количество журналов увеличивается, количество книг растет невероятно. Дело в том, что мы, возможно, этих журналов и книг и раньше было много, мы просто об этом не знали. Теперь нам все проще и проще узнавать о том, что появилось нового. Сидя в Москве, сидя в Благовещенске, сидя в Иркутске, сидя в Екатеринбурге, в Казани, где угодно, мы можем узнать о том, что в Новой Зеландии только что появился новый журнал. Если раньше нам для этого нужно было приехать на международную конференцию, увидеть чью-то публикацию, где кто-то ссылается на этот журнал, и на это потребовалось бы пара-тройка лет, то теперь нам для этого нужно пара дней. И, возможно, этот журнал закроется через 1-2 года, но, возможно, за эти 1-2 года там что-то такое появится, что его стоило бы прочитать. И вот эта вот скорость распространения, скорость возможного, увеличение скорости поиска, она сильно меняет ситуацию. Нам нужно уметь проглядывать тексты, потому что мы найдем большее, нужно не читать, а проглядывать. Да, и поэтому, на самом деле, оценка источников по признаку «это опубликованный источник» или «не опубликованный источник» немножко отходит в прошлое. Безусловно, правильный издатель, проверенная редакция и так далее, это абсолютно важно. На это стоит обращать внимание и нужно учить наших подопечных, студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, не важно, чтобы они это анализировали, чтобы они понимали, что у издателей есть репутация, и что эта репутация нарабатывается годами, десятилетиями, и поэтому стоит на это смотреть. Отчасти, если даже мы будем наставить только на этом, мы можем уже защититься от того, что наши студенты будут читать так называемые хищнические журналы, в которых публикуют любую наукоподобную ерунду и будут говорить, «Ну, вы видите, это же замечательный журнал, он издается там в Швеции или в Чехии». Ну, не так принципиально, как называется журнал, и не так принципиально, что он издается в Швеции или в Чехии, или даже в Новой Зиланде, или в Пакистане. Важно, что там написано. И если мы можем изучить историю издания, то это большой плюс. Но проблема в том, что даже рассуждать просто «известный мне издатель», «плохой хороший издатель», «неизвестный мне издатель» и так далее, это уже не совсем тот критерий, которым стоит пользоваться. Потому что у нас теперь, благодаря, опять же, такой унификации интернета, что ли, появилось значительно большее количество возможностей оценивать. Основания для оценки. И тут, как бы, простите, я довольно много буду говорить очевидных вещей, и, наверное, это может быть и не так плохо, потому что эти очевидные вещи нужно транслировать нашим подопечным систематически и единообразно, чтобы все они научились это делать, и какую-то правильную методику соблюдать. Так вот, теперь, обычно, когда говорят о том, что нам нужно понять, что нам нужно сделать, для того, чтобы понять хорошее издание или плохое, все говорят о том, что нужно обратиться к базам научного цитирования, то есть к индексам научного цитирования, что само по себе неплохо, но во многих ситуациях необязательно. Потому что для начала можно посмотреть на сайт журнала. Почему я сначала говорю о сайте журнала, а потом говорю о базах научного цитирования? Потому что значительная часть вопросов может быть снята, если посмотреть на то, как отформатирован сайт, нормально ли описаны функции журнала, к чему эти люди стремятся, кто в редколлегии и так далее. То есть, если вы узнаете нормально тех людей, которые работают в вашей теме, и они входят в редколлегию, они пишут статьи в это издание, вы можете посмотреть архив, вы можете посмотреть, в каких мероприятиях принимают участие люди, которые работают в журнале. Потому что зачастую там пишут, что мы бы были на такой-то конференции и так далее. Если вы это понимаете, и вы понимаете, что журнал приличный, достаточно интересный и в сообществе уважаемый, то, возможно, индексы научного цитирования вам уже не так нужны. Потому что мы сейчас говорим не о том, куда отправить свою статью, чтобы ее прочитали, чтобы там высокоимпактный журнал, чтобы мы там написали замечательные цифры в своем отчете. Мы говорим о том, что нам нужно читать для того, чтобы наша работа стала качественной. Тут индексы цитирования чуть менее важны, наверное, чем репутация журнала. Однако, поскольку большинству из нас, если мы работаем в научных подразделениях, в смысле, в научных институтах, если мы работаем в вузах, теперь доступен и российский индекс научного цитирования, и Web of Science, и Scopus. И как бы, ну, RINC доступен в поумолчанию, Web of Science и Scopus доступен в рамках национальной подписки. В общем-то, поскольку доступ есть, им можно пользоваться, и, наверное, нужно пользоваться. Вот. И я обычно студентам говорю, что если вы работаете с российскими источниками, то обязательно проверяйте их по RINC. Даже если эти российские источники присутствуют в скопусе, да, будь то, как бы, или присутствуют, например, в Web of Science, для вас более показательна будет аналитика по RINC, потому что она, как бы, показывает интерес российского сообщества к российскому журналу. Да, если в журнале пишут по-русски, то, наверное, российского сообщества является целевым. Вот. А с англоязычными журналами здесь все более-менее понятно. Для них, конечно, Web of Science и Scopus более показательным являются, ну, потому что они в этой инфраструктуре, в этом языковом мире каком-то научном и существуют. Ну вот. Поэтому, смотрите, что важно, что от оценки, вот, когда мы думаем о том, нужно нам читать какой-то источник или не нужно читать, решать, например, да, нет, читать, не читать, или, например, безусловно, хороший источник, безусловно, плохой источник, зачастую неправильно. Нужно пытаться выносить суждение на основе какой-то совокупности критериев. Да, можно, ну, действительно, очень важно, кто издает и кто учредитель. То есть, если мы имеем издание учредителем, которого является какой-то ведущий мировой исследовательский центр, то пускай у этого издания будут невысокие показатели цитирования, репутация исследовательского центра сама по себе производит что-то полезное, да. Она говорит о каком-то качестве работы. А редколлегия, ну, тут все более-менее очевидно, да, чем сильнее редколлегия, тем лучше. Можно анализировать корпус авторов. Самое главное, если мы работаем по какой-то узкой теме, узнаем этих авторов или нет. Даже если это невероятно высокоимпактные авторы, но они по нашей теме пишут одну статью, а потом про это забывают и так далее, то, возможно, эти авторы для нас не так интересны. И лучше смотреть те издания, где наши родные, любимые, да, тематические наши авторы собираются в большей степени. Да, и, безусловно, нужно смотреть, конечно, и на библиометрию. Ну, об этом я уже сказал. Поэтому, как бы, вот в совокупности эта оценка может дать какой-то качественный результат. Она может дать, ну, так скажем, возможность отранжировать источники, с которыми нужно работать. Потому что, кто его знает, возможно, то, что будет стоять сверху нашего отранжированного списка, выяснится, что это не особенно качественные источники. Тогда мы можем спуститься по списку вниз и никогда не будем страдать от того, что мы не понимаем, с чем работать дальше. Да, исследовательский процесс, к сожалению, или, к счастью, вещь довольно предсказуемая, и тут надо готовить какие-то нормальные действия на перспективу. Так вот, безусловно, кроме оценки издания, если мы просто решаем, нужно нам обращать внимание на какое-то издание или не нужно, на какую-то статью конкретную, интересно нам это стояли или нет, нужно обращать внимание и на автора. И здесь, опять же, базовая почему-то рекомендация теперь смотреть на какой-то библиометрические показатели этого автора. И в этом смысле там многие подумают о том, что нужно смотреть обязательно на индекс Хирша. Можно, конечно, посмотреть и на него. Вопрос в том, что индекс Хирша нужно интерпретировать. Сама по себе библиометрия, ну, я думаю, что мы все уже к ней немного привыкли, перестали там на нее очень сильно ругаться и как-то научились с ней работать. Мы же понимаем, что сама по себе библиометрия не особенно показательна. Она показательна в совокупности с другими какими-то фактами, с другими нашими оценками. Поэтому, если вы смотрите на автора, я бы порекомендовал, конечно, чтобы вы обратили внимание не на то, как много этого автора цитируют, а обратили внимание и порекомендовали своим студентам и так далее, чтобы они посмотрели на количество публикаций конкретного автора по теме. Чтобы исследователи обращали внимание не только на публикации, например, но и на те гранты, которые получает тот или иной исследователь. Чтобы мы смотрели в том числе на членство в редколлегиях, в каких-то профессиональных ассоциациях и так далее. Все эти членства, все эти гранты и количество публикаций, безусловно, сами по себе тоже ничего не значат. Но, опять же, в совокупности они позволяют нам увидеть образ ученого, который нам либо интересен, либо неинтересен. Прежде чем мы с вами начнем смотреть уже какие-то источники, потому что в какой-то момент мы поймем, что у нас есть уже источники, мы поняли, что у нас есть журналы, у нас есть книги и так далее, и мы с этими журналами и книгами можем работать. Прежде чем их начать читать, их нужно начать просматривать. Опять же, видите, мы очень долго двигаемся к тому моменту, когда источники нужно начать искать и начать читать. Почему я на самом деле сначала говорю о том, что нам нужно сформулировать какие-то критерии для поиска источников и сформулировать принципы проглядывания этих источников? Потому что я полагаю, что в большинстве случаев, если мы с вами ищем что-то, нам для начала нужно сформировать представление о том, что мы конкретно ищем. В поисковой юристике есть такая опория, что для того, чтобы что-то найти хорошее, нужно знать, что вы ищете. То есть уже нужно знать, что вы найдете. Пока вы не знаете, что вы хотите найти, очень точно не знаете. Структуру информации, конкретные выводы и так далее. Вам очень сложно найти то, что вы хотите. Поэтому, скорее всего, поначалу, когда мы что-то там разыскиваем, мы разыскиваем на ощупь, не очень понимая, что это конкретно. И вот мы думаем про издания конкретные, мы думаем про какие-то издательства, мы думаем про конференции, мы находим каких-то авторов и находим у них некоторое количество текстов. И вот когда мы с этими текстами познакомимся, а что нужно делать там, я расскажу чуть далее, тогда у нас возникнет нормальный поисковой образ, который уже позволит нам сформировать правильное видение всего информационного поля и из этого информационного поля вытащить вот те конкретные, очень-очень полезные статьи, книжки, отчеты по грантам и так далее, которые и позволят нам написать нормальный текст. Так вот. И, безусловно, сначала нам не нужно ничего читать, нам нужно просматривать. И с этим, на самом деле, в последнее время ситуация стала улучшаться, с возможностью проглядеть быстрый источник. Во-первых, как вы знаете, сейчас уже источились требования к аннотациям в статье. Теперь аннотации просят писать больше, что позволяет раскрыть, ну, как бы полноценно позволяет раскрыть ту информацию, которую человек хочет сказать в статье. Кроме того, теперь аннотации стали писаться более схематично. То есть там говорится и о методологии, и о тех материалах, которые конкретно анализировались, и о тех выводах, которые автор делает. Иногда даже не рекомендуют в аннотации элементы дискуссии вставлять, но бывает даже, что в тех статьях, где это сильно принципиально, показать отличие своего подхода от чего-то, чужого подхода, там даже элементы дискуссии в аннотации попадают. Это значит, что просмотрев аннотацию, которая теперь 200-250 слов уже, а не две строчки, как это было раньше, можно понять, что там написано в том самом тексте, который нам гипотетически может быть интересен. Кроме того, благодаря тому, что аннотации стали более структурированы, и требования стали такие очень-очень четкие, и статьи во многом тоже стали более структурированными. И если раньше мы могли говорить, что там структура ИМРАД, это то, что существует в основном в естественных науках, в экспериментальных науках, если мы говорим про биологию и так далее. Ну ладно, классификация наук, это, наверное, сейчас не так важно. Так вот, сейчас структуру ИМРАД, может быть, из-за того, что мы не очень правильно понимаем, как должна функционировать наука, мы теперь можем это увидеть и в гуманитарных статьях тоже. Может быть, это плохо, да, значительное количество коллег-гуманитариев с этим не согласятся, и мне, может быть, это даже не сильно нравится, не всегда. Но это читателю позволяет очень быстро сориентироваться, что интересно, а что неинтересно. Вот. И если вы усвоите ту схему, которая в вашей конкретной дисциплине, в вашей конкретной тематике является доминирующей, то тогда на просмотр статьи вам потребуется пара минут. Немногим больше, чем на просмотр аннотации. Да, и в первую очередь... ...эсперант, например. Почему я на первое место ставлю методологию? Потому что часто люди, мне кажется, многие неправильно понимают функцию чтения академических источников. Академические источники читаются, в общем-то... Ну, это мое, конечно, представление. Тут мнения могут расходиться. Читаются не для того, чтобы узнать, каким выводом пришел автор. Это, безусловно, важно и интересно. Но в первую очередь, я полагаю, мы академические источники читаем для того, чтобы понять, что автор делал и каким образом автор пришел к тем выводам, к которым автор прийти хочет. Потому что наша задача, как исследователи, которые пишут свой диплом или диссертацию, показать, что мы можем поставить исследовательскую проблему, мы можем непротиворечивым образом сконструировать какое-то исследование, провести это исследование, что-то сформулировать. Поэтому просто обращать внимание на выводы довольно-таки неправильно. Потому что если мы смотрим только на выводы, мы упускаем возможность научиться непосредственно делать само исследование. Методология – это общие подходы. Методика – это то, как автор работает с какими-то конкретными материалами, как он операционизирует свои какие-то мысли и так далее. И про данные, я думаю, надо сказать отдельно. Потому что данные и вообще, в принципе, внимание к данным, перепроверка данных, открытость данных. Теперь это все более и более такое общее место. И так или иначе, если раньше эта тема была значима только для доказательной медицины, потому что мы же должны как-то доверять медикам и доверять препаратам, то теперь это как бы распространилось и на психологию, и на естественные науки, и на социальные. Ну, не знаю, наверное, может быть, еще на гуманитарные не особенно, но во многом уже и на гуманитарные тоже. Поэтому какие-то статьи нам могут быть интересны выводами, потому что мы хотим, например, с ними поспорить. Какие-то нам могут быть интересны только методикой, какие-то только методологией, какие-то только данными. И в отдельности на это все нужно обращать внимание, и в совокупности, конечно, когда вы просматриваете материал, вот фокус на этом, это самое на самом деле принципиальное. По поводу данных. Что еще нужно сказать? Что значительное количество журнальных платформ и многие исследовательские группы, которые ведут собственные сайты или в социальных сетях выкладывают те материалы, которые возникают у них во время работы. Ну, я там и веду, там, ResearchGate, например, имею в виду, как социальную сеть. Все больше и больше туда выкладывают те непосредственные данные, которые появляются во время исследования, для того, чтобы коллеги могли их перепроверить, для того, чтобы коллеги, на самом деле, в первую очередь, для того, чтобы коллеги знали, что какая-то конкретная лаборатория эту работу ведет. И было невозможно заявить, что там приоритет в открытии, да, первые открыли какую-то тему мы. Да, теперь все делятся всем как можно, как можно быстрее, чтобы, собственно, приоритетность доказать. Но это как бы хорошо не только потому, что мы можем подглядеть, но и потому, что мы можем взять в свое исследование какие-то материалы. И мне кажется, что это особенно важно, наверное, для магистров и для аспирантов, потому что, ну, бакалавры не всегда пишут такие сложные работы, чтобы они могли привлекать чужие данные. Но для магистров, да, которые пишут диссертации для аспирантов, это замечательная возможность, если у вас нету достаточно времени, если у вас нету достаточно денег на проведение собственных больших исследований, взять интересные данные от других. Есть, безусловно, проблема, там, вторичного использования данных, там, относительно совместимости методологии, возможности, там, как бы, сопоставления результатов и соединения массивов, ну, там, это отдельная тема, я думаю, в рамках разных дисциплин, там, разные конвенции по этому поводу уже сложились. Вот, поэтому, как бы, тут надо просто смотреть, что получается, а вдруг получится. Но такую возможность упускать не надо, и я думаю, что чем дольше мы с вами, там, будем заниматься таким информационным просвещением, там, развитием информационной грамотности, тем, наверное, больше нам нужно будет об этом говорить. То есть через 10 лет это, я думаю, будет уже совсем очевидная речь, которую будут знать даже бакалавры. Так вот, уже переходим к поиску. Я понимаю, что мы к нему долго идем, но хороший поиск означает правильно подготовленный поиск. То есть для того, чтобы выиграть на каком-то спортивном соревновании, нужно долго тренироваться, чтобы выиграть на этом соревновании. И чтобы осуществить эффективный поиск, нужно, как бы, эффективно к этому поиску подготовиться. Так вот, и источники действительно, даже несмотря на то, что мы найдем несколько изданий и мы найдем несколько авторов интересных, их нужно будет искать. Искать их нужно будет по-разному. Первый способ, который обычно приходит в голову студентам и преподавателям, надеюсь, не библиотекарям, это искать обычными поисковиками типа Bing, Яндекса и Google. Как вы понимаете, информация, которая полезна для исследований, в этих поисковиках содержится, безусловно, содержится. Однако, пока вы найдете эту информацию, вы потратите очень много времени, а времени, как известно, всегда не хватает. Поэтому лучше с этого поиска не начинать. Если у вас уже есть очень четкое понимание того, что вы хотите, вы уже проискали, посмотрели уже самые разнообразные академические базы, поняли, что они вам больше ничего дополнительного не дают, тогда, безусловно, смело можно идти в поисковики общего пользования и искать там какую-то дополнительную информацию. Хорошо понимая, что вы ищете, вы сформулируете запрос правильно и найдете эту дополнительную информацию. Но вначале это вас может очень сильно дезориентировать. Да, и даже если вы уже как бы все осуществили поиск в академических базах и пошли в обычный поисковик, в любом случае, вот просто набором слов искать не надо. Надо пользоваться поисковым синтаксисом. Поисковой синтаксис или логический оператор поиска, по-разному это называется. В принципе, в любом поисковике, если вы напишете этот запрос, он, скорее всего, вам даст ссылки именно на страничку с описанием того, какой поисковой синтаксис в каждом конкретном поисковике работает. Вот, поэтому, как бы, примеры здесь приводить не буду, но понятно, что вы можете ограничивать результаты по типу файла, по времени появления документа, по тому встречаются ключевые слова в названии документа или в теле документа, по тому, в каком национальном домине там появился документ и так далее. Там есть разные сложные, на самом деле, запросы. И это позволяет отсортировать массу-массу бесполезной информации. Вот. Так вот, поэтому, как бы, с хорошим пониманием предметов, которые вы ищете, поисковой синтаксис для вас будет крайне эффективен. Но есть всем доступные инструменты, которые можно рекомендовать тем, кто по каким-то причинам не хочет работать с академическими поисковиками профессиональными, типа, там, российского индекса научного цитирования, скопуса, в обувь сайенса. Сразу. Есть Академия Google. Безусловно, как бы, ведутся споры о том, когда стоит обращаться к Академии Google. Нужно обращаться туда в начале поиска, там, или в конце. Есть там разные позиции по этому поводу. Вот. Но пользоваться им можно, потому что он, как бы, не показывает вам все те результаты, которые носят рекламный характер. Академия Google не показывает вам все результаты, которые не имеют отношения к исследованиям, к технологиям, к преподаванию. Это уже по этой причине удобно. Вы получите только то, что опубликовано, ну, то, что размещено, простите, на сайтах академических учреждений, на сайте вузов, на сайтах каких-то профессиональных издательских платформ. Но при этом, как бы, Академия Google не единственный поисковик, и, может быть, он проиндексирует далеко там не весь научный интернет. Есть Microsoft Academic Search, есть директория журналов открытого доступа, Doge, да, есть поисковик, который показывает открытые репозитории, да, OpenDoor. Ну, на самом деле, этих инициатив довольно много, да, Open Access, открытый доступ, сейчас очень популярная тема, и здесь все очень-очень быстро развивается. Возможно, через полгода появится какой-то новый мегапоисковик, который, ну, я не знаю, не станет вровень с Академией Google, но будет решать какие-то очень специфические и полезные задачи. То есть, если, например, вы ищете что-то по биологии, то вполне возможно, я не назвал ничего, что вам полезно, потому что у вас есть отдельные свои поисковики по отдельным базам данных. Вот, и в зависимости от того, в какой сфере профессиональной мы работаем, нам нужно, как бы, и своим коллегам, и студентам всем рассказывать о том, какие существуют источники, как им можно пользоваться. И настаивать на использование открытого доступа сейчас уже вполне логично, потому что это, как бы, легитимный способ распространения научной информации. Но при этом, может быть, это консервативная, конечно, рекомендация, и кто-то скажет, что это уже не обязательно. Я все-таки полагаю, что лучше начинать поиск с индексов научного цитирования. Это RINs, Web of Science и Scopus. Почему? Потому что эти базы ведутся довольно давно. Они специально делались для научного сообщества, в них строено довольно большое количество инструментов, которые позволяют делать профессиональный поиск. При этом в интернете существует огромное количество инструкций, как можно искать RINs, как можно искать Scopus и Web of Science. Scopus и Web of Science, в принципе, регулярно проводят вебинары. У них эти вебинары записаны, лежат на платформах, их можно посмотреть. То есть вы всегда можете своим студентам и аспирантам порекомендовать работать с этими базами, и можете дать им ссылку, я не знаю, на курс Scopus и на степике, например. Как искать нормальный Scopus. И вам не нужно будет самим долго-долго объяснять, как делать правильный поиск. Вы сможете потом уже просмотреть результаты и обсудить, почему вы хотите работать с теми или иными источниками. Так вот, смотрите, вот мы уже что-то нашли. Это интересные источники. Теперь, на самом деле, мы начинаем с ними работать. Мы начинаем их читать. Я пишу работать здесь, и мне кажется, слово работать более подходящее, чем просто читать, потому что, когда мы говорим нашим коллегам и студентам, и нашим коллегам, преподавателям, библиотекарям, что мы что-то читаем, часто создают впечатление, что мы читаем научную литературу, победим так же, как мы читаем роман. Мы открываем одну страничку, смотрим на нее, смотрим на другую страничку, получаем довольствие, и вот так вот листаем. Там мои студенты, первокурсники, второкурсники, когда им даешь какую-то серьезную литературу читать, вот так и делают. Это неправильный способ чтения, потому что с научной литературой, с исследовательской литературой работают. А для того, чтобы с ней работать, нужно создать правильную систему, в которой эта работа возможна. А значит, нам нужно правильно хранить файлы, те файлы, которые мы читаем, нам нужно правильно хранить данные, выписки, имеются в виду цитаты, какие-то графики, которые нам интересны, что-то еще. Нам нужно правильно хранить ссылки, и на конкретные страницы, и библиографические описания. Нам надо правильно хранить идеи, потому что когда мы работаем с источником, у нас появляются новые мысли. И эти мысли часто связаны с источниками, и если мы, например, неправильно фиксируем мысли, неправильно фиксируем те цитаты, которые мы выписали, мы непроизвольно можем иногда перепутать свою мысль с чужой мыслью. Не потому что мы злодеи, а потому что мы полгода подряд читаем что-то по какой-то теме, и мы уже не помним, что подумали мы, а что подумали авторы, которых мы читаем. И для всего этого есть на самом деле масса различных решений. Коллеги мои нашли замечательный мем, посвященный одной из программ, которая создана специально для того, чтобы хранить файлы, библиографические описания, выписки, идеи и все остальное. К сожалению, часто после рекомендации скачать и установить программу, которую я назову дальше, люди поступают так. Они эту программу скачивают, они закачивают в эту программу много разной информации, а потом никогда с этим не работают, а потом понимают, что они никогда с этим и не работали. Ну, я надеюсь, что мы как-то более собраны, и мы будем как-то и сами работать, и наших коллег контролировать и помогать им работать с этими программами. Так вот, я сейчас назову три программы, безусловно, больше, но все эти вот и программу Zotero, и программу Mengeley, и программу Cetavia можно скачать и использовать бесплатно. Есть программа Node, которая принадлежит к Varivate Analytics, которая у многих по подписке, если вы закупаете там какие-то сервисы, к Varivate Analytics, они могут быть у вас по подписке. Вот, есть программа Mengeley, простите, Mengeley, кстати, сейчас стал принадлежать Эльзивиру, но он и остался бесплатный. Есть программа Refrox, она принадлежит ProQuest, но, насколько я знаю, в России не особенно пользуется. Смотрите, поэтому будем говорить про эту тройку. Они свободно доступны, их несложно установить. Есть инструкции, как это сделать. Простите, конечно, может быть, это там самореклама, но я даю ссылку на те инструкции, которые мы написали, потому что мне они кажутся более-менее достойными. Они написаны не так давно, то есть там интерфейсы программ совпадают с интерфейсами, которые есть сейчас. И можете посмотреть на наши инструкции, можете зайти на YouTube, там огромное количество есть инструкций, как работать с этими программами. Я думаю, каждый найдет то описание, которое удовлетворит конкретные информационные потребности. Так вот, смотрите, все эти программы позволяют сохранять биографические описания автоматически и генерировать список литературы и оформлять его в соответствии с разными требованиями. Вы можете спросить, оформляют ли эти программы по ГОСТу. Здесь, как бы, можно сказать, что и да, и нет. Как вы знаете, этим летом Россия перешла на новый ГОСТ. Насколько я знаю, мы можем во всех этих программах выбрать стандарт форматирования списка литературы ГОСТ, но это будет еще прошлый ГОСТ. Я думаю, что эти стандарты форматирования обновятся. Так или иначе, как бы, сообщество пользователей, скорее всего, эти программы обновит. В смысле, эти стандарты обновит. Но пока, как бы, возможно, вручную придется делать какие-то небольшие дополнения. Но это лучше в любом случае, чем просто копировать информацию или просто набирать ее руками. Вот, если вы посмотрите инструкции по работе с этой программой, вы поймете, что в два клика можно сохранить в биографическое описание хоть сотни источников. А потом в те же два клика сгенерировать список литературы. Вот, самое главное, что вы можете менять стиль форматирования. То есть, вы, например, написали статью в один журнал, подали ее на рецензирование, журнал вам отказал. Вы отправляете статью в другой журнал, ну, потому что, как бы, вы понимаете, что вы не пройдете в этот журнал, ну, возможно, там, слишком круто или у них очень долго ждать. Вы можете одним кликом переформатировать, как бы, вашу библиографию по требованию другого журнала. И это сильно экономит время, потому что, ну, я думаю, что мы все знают, как мы жалуемся друг другу на то, что это бессмысленная работа форматирования ссылок и так далее. Так вот, следующий момент, почему нужно пользоваться этими программами, если мы создаем правильную рабочую систему, которая создает хорошую, как бы, основание для нашей дипломной работы или для нашей диссертации. Все эти программы умеют синхронизировать материалы среди компьютеров, как бы, между разными компьютерами. Это принципиально важно, потому что, ну, это позволяет избежать проблемы сломанного, там, как бы, или залитого ноутбука. Вы работаете только на ноутбуке, вы случайно его залили водой, ноутбук сгорел, все ваши материалы сгорели, вам работу сдавать через две недели. Что делать? Возможно, вы копируете это на флешку, но, возможно, вы копировали на флешку все материалы две недели назад. Ну, знаете, забыли скопировать. Лучше делать это в постоянном режиме. Можно хранить, там, это, как бы, на разных облачных сервисах и так далее, но эти программы сами, в принципе, умеют это все делать. Да, там есть настройки синхронизации, и вы можете синхронизировать, например, свой домашний ноутбук со своим рабочим компьютером, да, и уделять какое-то время, там, своим академическим исследованиям, когда вы сидите на работе. Как вы понимаете, большинство современных магистров и аспирантов где-то работают, и, может быть, как бы им удобнее было бы, там, я не знаю, в обед писать диссертацию. Хотя это, конечно, странно, и лучше в обед обедать. Но все же. Смотрите. Что еще важно в этих программах? Что они позволяют хранить файлы. Но кроме задачи хранения файлов, есть еще задача хранить выписки оттуда. Вот. И здесь даже вопрос не в том, в какой программе вы это делаете, в файле, там, или еще как-то. Вопрос в том, что вы должны правильно объяснить себе и своим коллегам, и своим подопечным, зачем мы делаем выписки. Потому что если мы хотим сохранить цитату, мы должны понимать, зачем эта цитата, как она будет работать в нашей работе, в нашей исследовательской работе. В какую часть текста она встанет, как мы с ней согласимся, не согласимся. Поэтому лучше заранее прикидывать, куда это пойдет. Лучше переписывать какие-то ключевые слова, чтобы потом эту цитату могли найти. Потому что в ходе двух-трех месяцев чтения вы можете выписать огромное количество цитат. И лучше всего, на самом деле, даже комментировать эти цитаты, чтобы согласиться с ними или не согласиться, как бы подумать, может, на какую-то идею вас это натолкнет. Я, по крайней мере, в своей личной практике часто сталкиваюсь с тем, что когда я не успеваю нормально откомментировать выписанные какие-то выдержки из текстов, я через пару месяцев не могу понять зачастую, зачем я это выписывал. По крайней мере, зачем я выписывал так много одинаковых цитат. Так вот, Менделеи цитави это делать позволяют, но, в принципе, и в затер тоже это делать можно. Немножко там в специфическом виде. Так вот, самое главное, что и для файлов нужно придумать систему хранения и синхронизации между разными устройствами, и для выписок тоже хорошо бы это сделать. Это можно делать внутри программы, это можно делать в каком-то специальном блокнотике, ну, электронном, да, где есть разные разделы, где есть возможность поиска, где есть возможность пересваивать ключевые слова. Если вы постоянно не работаете с этим своим рабочим архивом, если вы постоянно не переупорядочиваете его, не придумываете новые какие-то логики, с которыми можно с этим работать, то, возможно, тогда эти выписки, они будут бесполезными, они не будут на вас работать. Возможно, то время, которое вы потратите на чтение, оно как бы, ну, будет потрачено тщетно. Это довольно печально, на самом деле. Да, потому что выписки – это цитаты, там, картинки, графики, все что угодно. Это основа для того, чтобы вы начали фантазировать, для того, чтобы вы начали производить свой настоящий какой-то исследовательский продукт, который примет форму диплома, который примет форму диссертации, статьи, чего угодно. Здесь это, на самом деле, не принципиально, какой конкретный текст вы пишете. Важно, что для качественного текста нужно мыслить долго, а чтобы мыслить долго, нужно, как бы, процесс мышления фиксировать и иметь возможность обратиться к тому, что вы думали раньше. Поэтому вот рабочий архив, вы понимаете, что все серьезные ученые всегда очень серьезно следят за своим рабочим архивом. Это же не случайно. И, в общем-то, даже если вы только начинаете свою исследовательскую деятельность, то можно ориентироваться на людей, которые это делать имеют, и воспроизводить хорошие практики. Потому что особенно важно, если вы действительно хорошо подумали и нашли действительно значимые источники, то, скорее всего, чтение их даст вам правильные идеи. И эти идеи нужно фиксировать на ходу, чтобы потом можно было их соединить в какую-то более-менее связанную историю. Либо вам потом придется вспоминать все, что вы прочитали, и тратить время еще раз дополнительно на то, чтобы пересобрать все мысли. Это не очень эффективно, потому что времени на самом деле не хватает. При этом надо понимать уже в заключении один очень важный момент, что мы можем из того, что литература все больше и больше, исследователей хороших на самом деле очень много, мы можем слишком много читать, находить слишком много данных, слишком много в этом копаться и слишком много собственных идей сформулировать. Это может быть вредно. Поэтому в самом начале нужно понять, чего мы хотим, надо очень четко ставить реалистичные цели. Нужно написать работу за три месяца. За три месяца мы можем прочитать не больше там х источников. И мы можем в своей работе защитить не больше там, я не знаю, пяти-шести идей. Если у вас идей больше, наступайте своей песней на горло, и, соответственно, бейтесь за то, чтобы текст был связанный, короткий, и он работает. Ну и вообще, в принципе, надо как бы постоянно, мне кажется, всем говорить о том, что исследовательская работа – это очень тяжело, и чтение исследовательской литературы – это тяжело. Это не может быть легко. И надо к этому готовиться, и как бы не надо этого пугаться. Если вы в день можете прочитать одну статью, это большая победа, потому что тогда в течение месяца вы сможете прочитать 10 статей, а 10 серьезных статей по какой-то теме – это очень хорошее основание для того, чтобы провести самостоятельное исследование. Главное, чтобы эти 10 статей были правильными, понимаете? Потому что неправильные статьи нас ни к чему не двигаются. И последний тезис, на самом деле, что если мы не читаем, то мы, на самом деле, как бы ни к чему конкретному и не придем. Потому что любая исследовательская работа, дипломная работа, диссертация магистрская или диссертация кандидатская, да и докторская работа – это высказывание, которое должно быть значимо для исследовательского сообщества, для того исследовательского сообщества, в котором мы все с вами сейчас находимся, а не для каких-то гипотетических людей, которые существуют неизвестно где. Если мы не читаем этих людей и не говорим, что это важное для них, то тогда как бы не очень понятно, почему это исследовательская работа. И поэтому написать ничего серьезного, если вы не прочитали ничего серьезного, не ступили в дискуссию, скорее всего у нас не получится. В завершение я решил поставить котика, он очень милый, я думаю, что если мы будем все следовать правильным рекомендациям по чтению, хранению и всему остальному, мы будем как этот чудесный кот. Вот, я сейчас попробую прочитать вопросы, секунду, я вижу, что есть вопросы, хорошо, секундочку, позвольте, так, я вижу, что там отвечены, так, компьютер, мобильное приложение, рейтинги исследователей, рецензентов, оппонентов и так далее. Смотрите, вот Роман спрашивает о том, почему бы антипагиату не заняться рейтингом исследователей, рецензентов, оппонентов и так далее. Может быть, как бы, я не знаю, там, как бы антипагиат имеет свои планы на развитие, но я могу это прокомментировать, потому что, мне кажется, это важно. Рейтинговые агентства различные, библиометрические, наукометрические, вебометрики, да, там, рейтинги и упоминания в СМИ и так далее, это очень хорошо, они нам помогают ориентироваться. Но, мне кажется, что если мы с вами специалисты, если мы с вами готовим специалистов, чтобы они жили в современном мире и работали в современном мире, да, то нам важно научить себя самих сначала, а потом и всех остальных, самим выстраивать какие-то осмысленные списки значимых исследователей, рецензентов, оппонентов и так далее. Вот, и в этом отношении, может быть, далеко не всегда хорошо создавать все больше и больше доступных, общедоступных или коммерческих продуктов, которые позволяют опираться на что-то уже готовое. Не знаю, как бы, ну, это мое мнение, все-таки считаю, что так как машины все лучше и лучше делают какую-то деятельность за нас, нам нужно становиться все умнее и умнее, чтобы иметь возможность как-то эту замечательную деятельность машин корректировать. Вот, есть вопрос о том, как организовать ссылки в Word. Опять же, Роман спрашивает. Из Атера и Менделея и Цитави имеют функцию импорта ссылок в документы и функцию генерирования списка литературы ровно в том, как бы, в том файловом редакторе, в котором вы работаете. Будь то Microsoft Word или, будь то LibreOffice, да, то есть и на Mac, и на Windows, и на Linux все будет работать. Так, секунду, вот есть вопрос, видимо, мне транслируют, что такое хорошая статья. Ну, знаете, как бы, вопрос о том, хорошая статья, это та статья, которая помогает вам писать вашу работу. Вот. В ней, наверное, не должно содержаться каких-то ошибок, но даже если статья ошибочная, она вам помогает писать вашу работу, возможно, вы не станете на нее ссылаться, но она вам поможет написать работу. То есть, понимаете, как бы, хорошая статья, это то, что двигает вас вперед, вашу фантазию развивает, как угодно, да. Я понимаю, что это сейчас неправильный ответ, там, с точки зрения библиометрии, могу сказать, что с точки зрения библиометрии или наукометрии, я могу сказать следующее. Хорошая статья, это та статья, которая быстро получила цитирование и, например, цитируется на продолжение длительного времени до сих пор. Хорошая статья, это та статья, на которую ссылаются все авторы по вашей теме. Это правда, но далеко не всегда только это правда, да, потому что есть масса хороших статей, которые, например, не могут, студент не может прочитать в силу недостаточности своей квалификации. И тогда этому студенту не нужно давать очень хорошие статьи, пока не разберется. Может быть, надо дать чуть менее хорошую статью с вашей точки зрения, но для студента она будет просто идеальной. Публикации научного руководителя являются хорошими или не являются? Вопрос, на самом деле, хороший, особенно имея в виду, так скажем, попытку многих научных руководителей обязать своих студентов цитировать себя. Ну, вы знаете эту практику, ну, либо заведующего кафедрой. Тут, как бы, смотрите, все зависит от конвенции. Если в вашем университете невозможно защитить диплом или диссертацию без цитирования вашего научного руководителя или заведующего кафедрой, а вам хочется защититься, ну, значит, можно, как бы, быть довольно циничным и процитировать. И тогда можно считать, что эти работы, наверное, хорошие, потому что они вас двигают к какому-то результату. Но, как бы, если мы будем рассуждать и как-то так решать все это дело по Гамбургскому счету, да, то есть, так, не беря никакие обстоятельства в расчет, которые корыстные или конъюнктурные, то, в общем, не обязательно. Далеко не обязательно. Хотя, вот, у меня, например, очень хорошие были научные руководители, мне их иногда приятно было цитировать, правда, часто, как бы, у нас не сильно совпадали темы исследований. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Вот тут я сейчас интерфейс посмотрю. Пишут, что очень сложно читать и писать. Ну, вот, Татьяна, вот, Татьяна пишет об этом. Знаете, как бы, я почему-то люблю эту мысль повторять своим студентам, потому что многие считают, что если им тяжело читать и писать, значит, они для этого непригодны, что они не созданы для того, чтобы писать исследовательские или какие-то эмилитические тексты. Я полагаю, что, в принципе, никто для этого не создан. Кто-то развивает навык работы с этим, а кто-то не развивает. И в этом смысле, если вам пока тяжело, но вам это интересно, вы развиваете навык, и у вас получается лучше. Ну, как бы, не у всех, правда, душа к этому лежит, заниматься этим всю жизнь, но не всем и нужно, наверное. Согласитесь. Я не вижу больше вопросов, похоже, да? А, самоцитирование. Как я отношусь к самоцитированию? Ну, по этому поводу, в принципе, есть уже, мне кажется, какая-то позиция всеобщая в России и в мире, в принципе, тоже. Ну, наверное, так скажем, все хорошо в меру, да? А если вы, например, пишете какое-то исследование в продолжении другого исследования, и пока, например, другие не подхватили вашу тему, и вы хотите обратить внимание на свою статью, на то, что вы сделали, наверное, можно сосваться и сказать, что моя работа является продолжением того-то, того-то проекта и так далее. Это не будет звучать как-то нагло, это не будет выглядеть, наверное, глупо. Вот, но если, например, вы будете постоянно в своей статье писать, что никто достойно не исследовал этот вопрос, кроме меня. Вот я пять лет назад написал гениальный текст, он сохраняет свою гениальность. Посмотрите, что я там пишу. А вот три года назад я развил свою великую идею, вот до такой-то замечательной идеи. Посмотрите, как я это сделал, это гениально. Вот, ну, наверное, тогда как бы у всех возникнет вопрос, а почему же только вы-то такой гениальный, почему только вы об этом пишете, а другим это все неинтересно, и, может быть, как бы это просто людям неинтересно. Ну, то есть, если вы занимаетесь более-менее серьезными исследованиями, то у вас всегда есть возможность сослаться на кого-то. Если среди этих людей есть и вы иногда, ну, это, наверное, неплохо. К тому же многие исследователи, как вы знаете, сейчас эта практика все более и более распространена, часто пишут в больших коллективах, и в этом смысле со временем, да, там, как бы, когда количество коллективных статей у вас накопится и станет довольно-таки большим, а вы одновременно там работаете и с Академией наук, и с зарубежными коллегами, и в своем вузе, и в коллаборации еще там с пяти вузами и так далее, возможно, ну, как бы случайным образом вы будете ссылаться и на те, как бы, коллективные работы, где вы еще и коллективным автором являетесь. Но, скорее всего, ну, как бы, здравый смысл, да, не надо отменять здравый смысл. Мы все-таки занимаемся, ну, по крайней мере, все стремимся заниматься какой-то осмысленной, полезной деятельностью. Да, ну, в идеале, по крайней мере. Да, мы же, как бы, если мы делаем исследование, то мы хотим сказать что-то полезное, как бы, а не просто сделать строчечку в отчете, ну, или циферку очередную в отчете. Если мы научим студентов, то мы их хотим научить выполнять достойную интеллектуальную работу. Поэтому, да, здравый смысл – это наше все. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Ну, я вижу, что больше вопросов нет, тогда я передаю слово коллегам из антиплагиата и отключаю трансляцию. Большое спасибо Константину за интересный рассказ, за интересные идеи. Мы с вами продолжаем. Как вы знаете, что в конце у нас будет тестирование, но перед тем, как его включить, я хочу вас пригласить на наш следующий вебинар. 28 ноября он состоится, через две недели. Его тема – дизайн научно-исследовательской статьи и оформление, и подготовка диссертации. Его проведет приглашенный спикер Котабай Павел Хафизулович, начальник отдела по работе с диссертационными советами Университета имени Плеханова. Программа вы видите тоже на экране. Начало, как обычно, в 16 часов. И хочу напомнить, что вот 28 ноября – это состоится следующий, пятый вебинар. Шестой, седьмой вебинары будут проходить уже не через две недели, а через неделю. Мы немножечко уплотняем график, чтобы не растягивать до самого Нового года цикл наших вебинаров. Итак, сейчас я буду переходить к тесту. Для ответа на вопросы нужно будет выбирать варианты на экране. В чат их писать не нужно. На этом я с вами тоже прощаюсь. Большое вам спасибо за внимание. Приходите к нам на следующие вебинары. До новых встреч. Сейчас включу тест. До свидания. Продолжение следует...